Всем привет! Как я и просил, вы прислали анкеты мужчин, очередную порцию анкет сайтов знакомств, и сейчас мы их будем разбирать. И на их примерах хочу, чтобы вы еще больше разбирались в мужчинах, мужской психологии, и благодаря этому ваши отношения с мужчинами выходили на новый желаемый вами уровень. Итак, Максим 38. Опрятный, отзывчивый, приучен к туалету. Не люблю ссоры, иду на компромиссы, если они взаимные. По характеру добр и терпелив, иногда бываю застенчив, эгоистичен и ленив. Периодически страдаю помешательством на здоровом образе жизни и люблю морковку. Много времени уделяю кино и видеоиграм. Такие персонажи, особенно если вы не разбираетесь в психологии, это очень опасные персонажи, потому что здесь есть и серьезность, здесь есть и искренность, и здесь есть юмор. Все в одном. Серьезно в чем? Не люблю ссоры, иду на компромиссы, если они взаимны. Достаточно интересное его отношение к ссорам, это если человек говорит про ссоры и про свое отношение к ссорам, это уже элемент зрелости. Показывает, что он добр и терпелив, иногда бывает застенчив, и при этом он пишет, что эгоистичен и ленив, то есть как будто бы не скрывает. Да, если выдирать какие-то фразы из контекста, можно сказать, ну много уделяю времени кино и видеоиграм, много играет, смотрит кино, а плохой мужчина, нафиг такой нужен. Но мы не знаем, сколько много он имеет в виду, что в его понимании много. С другой стороны, эгоистичен и ленивый, а плохо, ужасно. Но понимаете, опаснее мужчины, это которые прямым текстом это не пишут, а в итоге оказывается, что они эгоистичны и ленивы. Или когда человек прямо говорит, что он склонен к прибеганию к алкоголю, когда, например, стресса на работе. Это с одной стороны хорошо, потому что человек честен. Да, он сразу же показывает свои минусы, и при этом он не делает это, знаете, вот бывают анкеты или человек, который вот все-все про себя, все-все-все ужасно плохое. А он где-то показывает и хорошее, и плохое. Поэтому я бы его в целом бы отнес как интересному объекту для рассмотрения, для изучения. То есть если вы такого встречаете, интересно было бы пообщаться. Вообще не в коммуникации, к чему он будет склонен. Какие еще стороны его будут более явными, или какие стороны еще факторы о нем раскроются. Ну да, и шутит, да, что он приучен к туалету. Это как бы шутка, конечно же, типа юмор. Поэтому непонятно, да, до конца непонятно, но я думаю, что неопытная девушка, она бы здесь или бы рубила с плеча, увидев негативные факторы, которые он говорит о себе, или же инфантильная девочка, которая, ой, какой смешной парень, хорошо вроде выглядит. Пообщаюсь, такой он веселый, хихи, ха-ха. Он же про все шутит, он же шутит про то, что он ленив, он же шутит. Нормальный же человек прямо таким текстом не написал бы о себе. Такая была бы реакция. Ну, либо девушки, которые не читают анкету, смотрят только на фотографию. В целом могу сказать, да, ракурс он выбрал неудачный, но в целом по меркам он считается мужчиной с симпатичной внешностью. Если для вас актуальна эта тема, тогда прямо сейчас под этим видео в описании по ссылке нажимайте, регистрируйтесь на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Где эти и другие темы, я раскрываю максимально подробно. Дальше, Алексей 42. «В идеале серьезные отношения, семья, люблю природу, спорт, приключения и экстрим. Много работы, иногда выпиваю». Вот как раз недавно об этом говорил, да. «В своей жизни вижу женщину больше партнером, поддельником. Соответственно, женская мудрость приветствуется. Хотелось бы, чтобы основные планы по жизни и на увлечение совпадали». И здесь также указано, где он там путешествовал. То есть, в идеале серьезные отношения семья. В идеале. Если что, готов и к другим вариантам, не идеальным. Непонятно, да, что за природу, какой экстрим. Много работаю, это уже хорошо. Иногда выпиваю. То есть, честно, это круто. Иногда что он имеет в виду? Иногда это каждый день, каждую неделю, три раза в неделю. У всех разная будет степень иногда. «В своей жизни выезжу женщину больше партнером, поддельником». Он называет женскую мудрость. Что он имеет в виду? Непонятно. Это кто партнер, который вносит половину бюджета? Или с кем будет он общий бизнес, общие деньги зарабатывать? Непонятно, что он имеет в виду. Ну и хотелось бы, чтобы основные планы по жизни и на увлечение совпадали. Я считаю это странно, потому что это нормально, когда у людей не совпадают увлечения, ничего в этом плохого нет. Если мужчина любит рыбалку, женщина не должна любить рыбалку. Если женщина любит шопинг, а мужчина не любит, ничего в этом плохого нет. А планы по жизни совпадали, ну вообще сложно представить, да, партнеров, ну в смысле мужчину и женщину, у которых планы не совпадают. Поэтому это, в принципе, звучит банально. Поэтому флагов я здесь не вижу, суперкрасных. То есть, скорее всего, я бы тоже отнес этого мужчину к категории «интересно», да, интересно распознать, что за этим кроется, что он имеет в виду под некоторыми фразами. И, ну, как минимум, опять же, то, что я люблю в людях, то, чему я учу, то, чему учит психология, то, что происходит с человеком, когда он становится более развитым, он становится более честным. Откуда берется честность? Потому что я себя принимаю. Если я себя принимаю, у меня меньше нужды кого-то из себя изображать, у меня меньше нужды производить впечатление. Да, есть другая крайность, когда люди становятся, а мне пофиг на чужое мнение, я такой становлюсь вообще неформалом, да, неформальным человеком. Нет, это про то, что я принимаю себя, отталкиваюсь от каких-то своих ощущений, и у меня нет нужды заслуживать чью-то любовь. Вряд ли можно представить человека, которому вообще плевать на чужое мнение. Понятно, что все мы живем в обществе, все мы в какой-то степени зависимы друг от друга, но часто почему люди врут, почему люди приукрашивают, почему люди не могут говорить как есть, потому что вот корень этого всего – это непринятие себя. Поэтому чем больше вы прокачиваетесь с точки зрения психологии, чем больше вы разбираетесь в себе, в других людях, тем меньше. Знаете, с вас спадает шелуха. Вот мне в этом плане нравится аналогия в боксе. Я занимаюсь боксом, ну, для себя. Классный боксер, классный спортсмен – это тот, который безметушный, да, он просто спокойный, уверен в себе, у него нет этих лишних дерганий, лишних понтов. Так можно отличить новичка, да, этот, который там что-то научился и начинает там дергаться, двигаться. То есть больше декораций, чем в сути. Вот точно так же и в жизни. Чем более вы развиты, тем у вас меньше декораций. И в этом мужчине, на примере этого мужчины, в принципе, и первого, я не вижу большое количество декораций, и это я уже считаю плюс. Потому что многие мужчины, они по привычке своей павлины, да, распушивают хвост, пытаются впечатлить, а потом уже будет как будет. Ну, здесь, я думаю, понятно, это мужчины, которых обходить нужно стороной. Я представляю, какая девушка с ним вообще вступит в коммуникацию, напишет ему первой, или же ответит ему на какие-то сообщения. Такая же обиженная девушка, такая же он обижен на женщин, а девушки очень обижены на мужчин, что будет срабатывать? Она будет хотеть с ним что? Спорить. Она будет хотеть, а что ты такое пишешь? Да ты вообще не мужик. Он конфликтный, и на него будут реагировать такие же конфликтные женщины. И он будет убеждаться, ну вот я же прав, что женщины какие-то там плохие, ну вот же, как она себя ведет, но, конечно же, бревна в собственном глазу он не обнаружит. Но вы тоже, как девушки, обратите внимание на то, что, а с кем вы в интернете ввязываетесь в некую моральную драку, да, в некое моральное соперничество, в некую доказуху, человека, которого вы никогда в жизни не видели в переписке, в комментариях вы с кем-то спорите, вас это затягивает, и много людей этим занимаются. Я уверен, что ему точно кто-то пишет, и ему точно какие-то женщины отвечают с учетом его анкеты. И это такие женщины с таким же мышлением, с таким же уровнем психологически-эмоциональной зрелости. Евгений, 28. Денег нет, даже не знаю, что это. Знакомлюсь с девушками-волонтерами, помогающими ущербным, но зато с отличным чувством юмора. Веселый парень, честно вроде бы пишет, что денег у него нет. Ну, тут одно из двух. Либо это веселый парень, и он пишет честно, и при этом он, ну, как бы эту честность приукрашивает юмором. Веселый гэгэй, давай повеселимся. С другой стороны, редко, но такое бывает, это мужчина, который наоборот обеспеченный. Он наоборот обеспеченный, у него наоборот все хорошо с деньгами, и он в целом-то не жадный, но он таким способом выбрал проверять девушек. Да, вот если на эту анкету, скажем так, среагирует девушка, какая-то девушка среагирует или какие-то девушки, значит, это девушки, им не только деньги интересны. Но снова же повторяю, что я бы все... Даже если вы понимаете, что это мужчина, который проверяет, ну, это же опасные люди. Он тогда будет все время вас проверять, он все время будет не доверять. Это люди с ограниченным мышлением. Потому что, опять же, нормальный человек, он... Да, он может быть скромным, он может не приукрашивать, но он не будет сильно менять о себе впечатление. Не будет пытаться сильно искажать представление о себе. Поэтому я бы такого товарища точно обходил бы стороной. Дмитрий, на предложение перехода в Телеграм сразу в черный список. Я не ищу девушку легкого поведения. Ну и фотография, такая вот достаточно агрессивное лицо. Как бы, мне кажется, от мужчины никому не нужен. Вместо того, чтобы столкнуться с ощущением, с фактом, что я никому не нужен, я буду всех посылать. И тогда мне будет спокойней, что у меня никого нет, не потому, что я никому не нужен, а потому, что я сам всех посылаю. И вот Дмитрий выбрал такую тактику, да, поэтому он очень жестко. Переход в Телеграм сразу же в черный список, хотя что тут такого? То есть тогда что плохого в Телеграме, да? То есть наоборот, значит, это более, такое уже более тесное общение, где можно обменяться аудио-видео кружочками. Я считаю, что это абсолютно нормально, и вы, как девушки, должны быть к этому готовы. Многие девушки этого боятся, они думают, зачем? Ну поймите, если я, мужчина, вас заинтересован, мне интересно почувствовать твою энергетику, увидеть твою мимику. Да, то есть это некий промежуточный шаг. И для этого не нужно ехать куда-то, планировать время, куда-то выезжать на свидание, тратить что-то время. Многие этого не понимают, почему им кажется, ну блин, у меня же есть фотографии, зачем Телеграм, зачем еще видео, что непонятно, ну все понятно, дальше встреча. Дорогие, вы должны учитывать, в какой среде вы находитесь. Вы находитесь в среде онлайн знакомств. А там очень много такого, что люди фотографируются в выгодном для них ракурсе, они фотошопят, корректируют как-то фотографии, да, там уменьшают талии, уменьшают себе вес. И это касается не только женщины. И у всех есть такие истории, когда общались с одним человеком в интернете, приехали на встречу, а там другой человек. Поэтому есть некий фильтр, промежуточный шаг. Это мессенджеры. И снова же, нормальный мужчина, он готов, и он инициирует, и он в целом готов, он не против, ну а что-то такого, но обменяться видеокружочками, там, аудиосообщениями, чтобы почувствовать энергетику. Потому что уже на этом этапе может быть понятно, что нет смысла встречаться. Ну и вот эта фраза, я не ищу девушку легкого поведения, это манипуляция. Потому что большинство мужчин не против девушки легкого поведения. Это же значит, что девушку легкого поведения ему нужно брать в жены, или делать матерью детей, или приводить к родителям. И поэтому это некая манипуляция. Я не ищу легких отношений, я не ищу же, я не ищу горизонтальные танцы на раз. Да, я, может быть, не ищу. Но большинство мужчин не против этого. Не против, это не значит, что они ищут. Но если он пишет, что я против, это как бы манипуляция, да, на наивных девушек, которые, о, значит, он очень серьезный, он более серьезный, чем другие. Поэтому поверьте, если ему напишут девушки легкого поведения, он с удовольствием согласится с ними повзаимодействовать. Электрический инженер, предприниматель, по жизни в душе фотограф. Строгое отношение к себе, но и окружающим достается. Худой, но крепок духом. Не боюсь взять на себя ответственность. Умею слушать и слышать. Православный, очень тактипный. Прикольно. Я уважаю, обожаю и призываю к честности. Этот человек честный, пишет как есть. И плюсы, и минусы. К себе строг, но и окружающим достается. Неопытные психологи, он подумает, что он ко всем так. Ну, окружающим тут нужно понять, к кому именно он так относится. К окружающим каким? Случайным, не случайным, близким, неблизким. То есть есть немало людей, которые строги в рабочих процессах и абсолютно миролюбивы, теплые и сладкие в близких отношениях. Поэтому здесь я бы не принимал категорично. То есть я бы уточнял. Худой, но крепок духом. Не боюсь на себя взять ответственность. Вот женщины могут трактовать это как? Ты не боишься там, вот я с ребенком, меня взять в жены? Или не боишься там жениться? Ответственность, понимаете, растяжимая. Я думаю, что он здесь больше подразумевает фактор, рабочий фактор. Но тоже я бы прояснял. Умею слушать и слышать. Тоже это можно проверить в какой-то коммуникации. Это хорошая, православный. Очень тактильный. В целом, красных флагов я здесь не вижу. Да, есть моменты, которые нужно уточить. Если вас, как женщину, такое смущает, конечно, обходите стороной. Если вам интересно мое мнение, интересный экземпляр, с моей точки зрения, этот мужчина. Антон 37. Девчонки, уже после 30 пора осознать, что никто вам ничего не должен и никому вы не нужны. С ошибками раздельно тут куча ошибок. В отношении главное взаимоуважение и такого понятия, как женское чувство юмора, не существует. Это интересный экземпляр в том плане, когда он сам же себе противоречит. В этом абзаце, по сути, в 6 строчек здесь он себе противоречит. То есть в отношении главное взаимоуважение, но я вас не уважаю. Я не уважаю женщин, которым хочу доказать, что они охреневшие. С первых строк об этом трублю. И в конце женское чувство юмора не существует. Не понимаю, что он имеет в виду, конечно, но это тоже уже какое-то подавление. То есть при этом он выглядит, да, наверное, по каким-то меркам симпатичного в машине. Такого точно нужно обходить стороной. Тут ничего не нужно уточнять. То есть это точно человек-абьюзер, который считает себя во всем правом, который будет подавлять женщину, который считает себя пупом земли, а всех женщин низшим классом. Таких точно десятой дорогой нужно обходить. Субтитры создавал DimaTorzok